Наша русская школа Ижеса существует четвертый год. За это время наши ученики научились очень хорошо читать и писать по-русски. И нам захотелось, чтобы они свой дар, свой навык смогли использовать в каком-то собственном литературном творчестве. И к нашей большой радости мы познакомились с писательницей Людмилой Игнатовой. И у нас есть уникальная возможность, обоюдно выгодно, если можно в данном случае использовать это слово, сотрудничать. Потому что писатель детский не может существовать без детей. И получив доступ к уникальному опыту литературной кухни, я открыла для себя неисчерпаемый ресурс детского творчества. И детям был задан вектор вкусных историй. То есть дети должны были написать какую-то вкусную историю, то, как они ее видят. Целью я для себя ставила создать ту атмосферу, в которой бы каждый из них почувствовал себя уникальным, раскрыл бы свои таланты. Потому что в современном мире ребенку в первую очередь нужно ощущать, что у него есть свое место. И ему есть что сказать. И вот это умение выразить грамотно свою мысль мы учились делать в течение многих-многих уроков. Поняла, что нет взрослого и ребенка, что рядом с современными детьми ты садишься рядом, и ты такой же полноценный, как и они. И больше нет учителя и ученика. Это тот опыт, который вынесла я. Современные дети — это те, у которых можно равноправно учиться, как и у взрослых. Каждый из детей с горящими глазами создал свою историю, а я получила бесценный опыт общения с ними. Как это называется? Я до сих пор еще не придумываю загробок до книги. Просветление. Моя называется книга «Чарахуасусами». «Вкусные истории». «Приключения в прошлое». «Супер Марио», да. Ну, моя книжка называется «Оно или не оно?» Моя книжка называется «Космически здорово». И когда я ее писала, я потом прочитала, и мне очень понравилось. Ну, какой-то план у меня уже был в голове, а некоторые вещи пришли, наверное, в процессе. Я узнал, когда в процессе уже узнал. В процессе. Сразу. Ну, потому что скучно было мне дома, и... Взял и придумал. Не, в процессе работы. Вначале я вообще думал, что будет вообще совсем другим. Но получилось, что... И там очень много чего поменялось. Я придумала идею, и потом я уже придумала главного героя. Я не знала, как и про что я буду писать книжку, и я вдохновлялась всем, что могла. Например, планетами. Я взяла оттуда Сатурн. Я думала, что домовики или какие-то маленькие человечки будут мухлевать и случайные рецепты делают. Если герой большой, то сложно мухлевать, чтобы не быть увиденным. Поэтому решили домовики взять. Придумывать собак. Присать не так. Придумывать умеет из них. Мне очень понравилось писать, потому что я там придумывала всякие разные вещи. И, ну, не то, что там сказано было, просто делала, как хочу книгу. Чтобы спасти весь мир, два персонажа должны были пройти три испытания. Например, одно из них – отгадать галактическую загадку. Или второе – бороться с милыми зайчиками. Да, я люблю, когда все так запутано, а потом неожиданно распутывается. Я просто писала, и мне само в голову приходило. Я пишу, например, сегодня утром, и там оно само дальше шло. Это мне очень понравилось. Точно могу сказать, что я улучшил мое письмо, ну, и научился менять краски, так скажем, менять краски письма. То есть одно предложение может быть коротким, другое – длинным, или одно – грустное, и следующий уже параграф, он уже веселый. У меня был один урок, то, что не нужно там напрягаться, нужно, когда тебе что-то приходит, ты вот прям, можно сказать, бежишь к этой книжке и там записываешь вот это. И потом ты вот это все, ты соединяешь какими-то мыслями, и потом что-то получается у тебя, да. Больше писателем, но лучше пишу, чем раньше писал. Быть терпеливым, это я вообще не умел, ну, так, чуть-чуть. И, ну, еще я научился поменьше болтать, но все равно люблю болтать. И внимательным быть. Ну, я, например, когда пишу диалог, я не просто записываю черточка, я пошел в магазин, сказал Ваня, например. Я сам как будто Ваня и говорю, мама, я пошел в магазин за хлебом, и вот так вот пишу про себя, конечно же. В целом, да, я доволен. Оставлю себе, наверное, ну, на память. Прочитать все сказки других детей, которые написали, а потом свою, потому что я свою уже знаю. Если бы она была сейчас у меня, то я бы ее положил ко всем, поспал, и потом, может быть, встал бы, прочитал. Не шучу, я встал бы и прочитал, конечно же. Книжку. Ну, бумагу, и то, что я рад, что я ее написал, и то, что сейчас не хочу ничего читать, хочу пойти поспать. И я бы хотела ее оставить, но можно было бы сделать приятную, да, кому-нибудь подарить. Подарю бабушке. Я хочу, чтобы мою книгу прочитали мои друзья, ну, родственники, семья, ну, или кто-то еще, например. Ну, просто хочется, чтобы прочитали и, может быть, не сказали, что я могу сделать к лучшей второй книге, если я ее тоже буду писать. Ну, оригинал оставлю себе, потом на принтере, ну, копирую ту же самую книжку и буду раздаривать всем. Тогда я буду известным. Я переполняюсь радостью, и мне очень хочется кричать, бегать, прыгать. И скорее хочется посмотреть, как ее оформили. Это я ее написала, и приятно, что ты сделал, что ты написала. Тепло. Мысль. Мысль еще книжки писать. Радость. Постараюсь. Правда, не уверена, что вспомню, или у меня будет времени, но я очень не хочу. Ну, может быть, я напишу, я не знаю. Ну, это тоже будет, наверное, про какие-нибудь люди игры тоже. И про кота, потому что про собак я уже написала. Ну, наверное, то же самое, только другой рецепт. Там, где уже происходит то же самое, только уже эти вкуснятинка и кислятинка. Не на курорт поехали, а уже в рот в каком-то мальчик отправились. Иногда я переполняюсь фантазией, не знаю даже, что выбрать. Ну, возможно, если когда-нибудь встану, и дома не будет вай-фая, на улице будет дождь, то, может быть, я возьму ручку, напишу несколько слов. Может быть. И в итоге у нас получилось около 12 готовых историй, которые были полностью написаны нашими детьми. Кроме того, дети сами нарисовали иллюстрации к своим рассказам. Мы сейчас объединяем все это в одну книгу, готовим к выпуску в печать настоящее печатное издание, которое будет опубликовано вместе с картинками наших юных писателей, вручено ребятам на выпускном вечере и, возможно, даже поступит в продажу в магазине Амазон. Невозможно, а поступит. Отлично, поступит. И мы вам обязательно об этом расскажем. И пусть это будет началом интересного литературного приключения и новых и новых открытий в мире русского языка. Да. Теперь имя наших детей можно вбить в поисковике Google, и будет результат. Я надеюсь, Ижица будет также известна, как Царскосельский лицей. Не меньше. Однозначно. До свидания. До свидания.